МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Wir machen nahtlos weiter hier im Horst Live-Studio mit dem zweiten Betrieb. Naja прямая трансляция. Второе предприятие из России. Здесь мы тоже находимся в Центральной России, но в этот раз немножко более южнее, в Тамбовской области. И мы хотим представить вам предприятие, которое занимается оптимизацией эффективности, оптимизацией рабочих процессов для того, чтобы своевременно проводить работы на поле и в конечном счете быть более эффективными в плане применения техники, и которые перешли к современной технике. Я очень рад, что Сергей Геннадьевич из производственного объединения «Родина» нас пригласил представить свое предприятие, расскажет, как это предприятие работает и каковы планы его на будущее. Организация «Родина» находится в Тамбовской области, в Литвиневском районе. Я являюсь председателем СКПК на протяжении за 3-го года. Но по удаленности от нашего российского центра в Москве мы находимся где-то в 500 километрах. Местоположение наше. Мы практически в центре Черноземья. Недалеко от Воронежской области, Липецкой области наше хозяйство находится на земле протяженностью 5,5 тысячи гектар. Тип почвы у нас Чернозем. Вращивание культуры – это зимая пшеница, пивоваренный ячмень, подсолнечник, кукуруза на зерно, соя. Также не бросили до сих пор еще гречиху. Горох еще также занимаюсь. Средняя урожайность по этому году составила 53 центнера за гектар. При общий валовый сбор у нас составило где-то порядка 20 тысяч тонн зерна. Ну, техника, техника. Ну, сейчас наш рынок, мне кажется, перенасыщен разнообразной техникой. Поэтому каждый год для себя что-то сам ищу, сам выбираю, сам подбираю. Я по образованию инженер. И поэтому по технике это мое все родное. К земле тоже отношусь очень хорошо. И сейчас также получаю образование агронома. На сей пор учусь на агронома. Так как я уже сказал, что техника перенасыщена, еще пока как-то не остановился свой выбор на какой-то определенной линейке. Там так же как и тракторов, так и прицепной техники. Поэтому все еще нахожусь в поиске. У меня расширенная линейка тракторов. Это Джон Дир, класс, Массей Фергенсен. Так же не забывая отечественных производителей. Это К744, Версатайл, Бюллер 2400. У меня в линейке есть по прицепной технике. Но в последнее время все-таки как-то отдал свое предпочтение технике Хорж. Первая покупка посевного комплекса Хорж, не скрываю, шел к ней долго. Потому что ценовая политика сейчас довольно-таки высокая. На всю прицепную технику и также на сельскохозяйственную технику в общем. Выбирал два года, присматривался, смотрел. Ездил по соседним, смотрел сходы, смотрел урожайность, сравнивал с другими там клиентами потенциальными. И все-таки решился на покупку посевного комплекса Хоржпронта. Да, доволен. Уже второй сезон им отработал. И по всходам, и по качеству, и по нормовке, и по глубине. В принципе, никаких нареканий, никаких замечаний нет. И хочу даже также отметить, что благодаря этой сейлке, как я практически убежден, то, что свою урожайность я поднял где-то порядка двух центнеров с гектара с этим посевным комплексом, также на себя хорошо зарекомендовала на севе гороха в этом году. Урожайность у меня гороха составила со 100 гектар. Урожайность гороха показала 50 центнеров с гектара. Ну, помимо посевной техники Хорж, колоссально поменял за два года вообще всю линейку. Стремлю их к чему-то новому. Ну, кроме посевного комплекса, Хорж также приобрел пропашную сейлку Хорж. Тоже, в принципе, очень доволен. Главной ее характеристикой, могу плюсом сказать, то, что мало боится влаги по сравнению с другими комплексами. Те, которые уже стояли в этом году, так как у нас весна была довольно-таки влажная, с Хорж еще работал и сейл, можно сказать, до последнего. Плюсов много. То, что я остановился на Хорше, ни капли не сожалею. Пока вижу только одни плюсы, но дальнейшие покажут. У меня есть чем сравнивать. У меня еще посевные комплексы. Есть отечественные, какая-то кузбассатая. И также Кварналант, тоже посевной комплекс. Так что могу как-то сравнивать и что-то уже говорить в каких-то плюсах, в каких-то минусах. Из Хорша также у меня 2 опрыскивателя. Хорш Лед тоже зарекомендовали себя первым опрыскателем. Отработал уже 2 сезона. Приобрел в том году еще один. Также в планах на приобретение третьего прицепного опрыскивателя Хорш. Также еще в этом году заказал еще один посевной комплекс зерновой фирмы Хорш, тот, который с предпосевной подготовкой, с дискованием предварительным. Так что иду, стараюсь, смотрю на рынок, выбираю. Но, как и повторюсь, предпочтение какое-то еще пока окончательно не приобрел. Если в прицепной селке я, да, склонен к технике, склонен уже к Хоршам, то по тракторам еще смотрю, анализирую, выбираю. Интересно. Рынок, правда, перенасыщен сейчас. Есть в чем покопаться, есть из чего выбрать. Интересно стало работать на земле. Ну, по технике, из полей, всю свою переработанную продукцию вывожу практически тракторами. На базе только оставил три КАМАЗа, один МАЗ. И то, что это уже переработанную продукцию из полей, ну, реализуем на наши крахмал продукты, работают только с большими заводами. Это крахмал продукт Хоботовский, наше Мичулинское мукомольное предприятие. И также еще работают непосредственно с пивоваренной компанией «Балтика». Весь ячмень, выращиванный на своей площади, это весь пивоваренный ячмень. Реализую, только я уже повторюсь, своим большим заводом. Больше никого не вижу, никак не рассматриваю. С Мичулинского мукомольного компания работаем по пшенице, по азиме, по яровой пшенице. Пивоваренный ячмень работаем с «Балтикой», как уже говорил. Ну, также крахмал продукт. И я каждый год расширяю посевные площади по кукурузе. И крахмал продукт – это мой самый такой любимый клиент, с которым работаем по кукурузе. Ну, остальную продукцию есть такая же, как горох, с подсолнечник. С подсолнечником это «Эвка», тоже крупнейшая компания в России. Горох и там что-то остальное. Ну, в основном работают с нашими соседями. Петровский избердийский элеватор. Ребята честные, добросовестные. Всегда все перечисляем вовремя. Никаких проблем ни к подоставке, ни почему у нас не возникает. Приятно работать с такими компаньонами. То, что позволяет и нам развиваться, и им не стоять на месте. По технике вкратце я, в принципе, о своем хозяйстве все рассказал. Также, ну, в планах, конечно, конечно, много-много. Сушилка у меня стоит в хозяйстве. В этом году, кстати, пересматриваю реконструкцию своей сушилки, чтобы увеличить объемы производительности. Так как я уже говорил, то, что посевную площадку кукурузы я увеличиваю, а ее приходится сушить в нашем регионе, досушивать. Ну, севооборот у нас в нашем хозяйстве довольно-таки обширный. В пятипольный севооборот и выращивание культуры я уже перечислял. Ну, семена, семена. Ну, поозимая пшеница – это отечественные сорта. Покупаем элиту и на протяжении 4-5 лет возделываем, готовим семена сами. Пивоваренный ячмень закупаем непосредственно в Балтике, его возделываем, выращиваем. По пропаштным культурам предпочтение, ну, это такая львиная часть, это у нас сингента. 80% пропаштных культур – это сингента. Также используем Пионер, ДКС. Это просто, ну, для сравнения, для разработки, потому что год на год не приходится. Каждый год приносит свои сюрпризы. Какой-то гибрид. В этом году лучше показывает себя, в другом году уже другой гибрид покажет себя лучше. Поэтому, ну, мониторим, анализируем, каждый год что-то добавляем, что-то вводим новое. Благодаря своей, ну, слаженной такой команде специалистов, это мои механики, инженера, агроном, благодаря этим людям поддерживаем свое хозяйство на, мне кажется, на лучшем уровне. Я из года в год являемся лучшими по Мичунинскому району. Это уже такая планка, которую терять уже не хочется. Ну, и благодаря, да, знаниям своего агронома, у меня очень сильный агроном, все гибриды подбирает она сама, и потом уже, ну, после ее мониторинга рынка, вместе садимся, смотрим, выбираем, к чему-то приходим, ну, потом уже уйдут заказы. Заказы ежегодно обновляются, как я говорил. Не стою на месте, хочу всего что-то нового, интересного усовершенствоваться. Наше хозяйство на площади 5,5 тысячи вектора пашни, на штат наш составляет 70 сотрудников. Из них в основном все механизаторы, все мужчины, в основном так, конторы, ну и подсобные рабочие, все жители нашего села. Принципиально никого не нанимаю, не привлекаю со стороны, ни на какие работы, ни на уборочную, ни на сев, ни на что. Работаю только своим штатом, еще раз говорю, принципиально. Ну, к сожалению, да, штат еще у нас уже состоявшийся еще с давнишнего времени, и возраст, да, дает о себе знать. Это средний возраст где-то сейчас уже 50 лет механизаторов. Молодежь, к сожалению, не очень стремится приходить в наше сельское хозяйство. И поэтому, знаешь, иногда возникает такая проблема, когда покупаешь технику. А кому? Кому? Так повторюсь, да, молодежь не очень стремится. Но вот на протяжении трех лет ко мне приступило на работу только два молодых сотрудника. А пенсионный возраст подходит, когда я пришел в хозяйство, было 78 человек. На данный момент составляет 70. Но благодаря вот этой инновации нашей техники, которая сейчас есть, это большой плюс, штата можно сокращать, но просто жалко людей. Не хочу принципиально никого уволнять, никого сокращать. Люди, сами изъявившие желание только при выходе на пенсию, от меня уходят. Так, сам никого не убираю. У меня много бонусов для людей, которые работают в моем хозяйстве. Я их стимулирую, поддерживаю. Даже вот человек, когда уходит на пенсию, он получает пособие. 100 тысяч рублей от хозяйства за свой вклад, который он вложил в наше хозяйство. Также, знаешь, в том году какой-то ноу-хау для нашего сельского хозяйства. Есть у нас в России понятие материнский капитал. В своем хозяйстве я вел в шуточной форме, зову его отцовский капитал. Но, заходя из того, что 80% сотрудников мужчины, это если в молодой семье родился ребенок, мы также выдаем материальные пособия в размере 2 тысяч рублей безвозмездных. На их стимуляцию, какое-то завлечение. Земля у меня паевая. Ну, не в основном, но где-то 60% своей, а остальное паевая. Пайщикам выплачиваю ежеводную аренду. Или в денежном миквиваленте, или же в зерновом миквиваленте. Также на пай даю гречиху, масло подсолнечное. И каждый наш пайщик может в любое время ко мне обратиться в технике, или в чем-то там никогда не отказываю. Поддерживаю всячески. Также мои рабочие могут в течение года съездить в санаторий. 20 тысяч я им даю безвозмездную путевку. И помимо рабочих каких-то там вот этих наших нормовок всего, по завершении каждой операции, это не возьми то, что сев, уборка, спашка, дискование, культивация. По окончании этой операции, если механизатор отработал качественно, без простоев, без каких-то нареканий, каждая операция, прошедшая, еще снимулируется премия. Ну и средняя зарплата где-то в нашем хозяйстве на данный момент порядка 48 тысяч в месяц. На ербицидах, на этом все, на севе, конечно, там зарплата гораздо больше, гораздо интереснее. Но это надо работать, и к этому надо стремиться. Обработку почвы, несмотря на все наши научных сотрудников, то, что наутил, все стремились, как-то переходили, я больше привержен с классики. По хату не бросал, не бросаю, бросать не буду. В этом вижу свои плюсы, не буду ни с кем спорить, никак не убеждать. Это моя точка зрения, я при ней останусь. И мой коллектив тоже как-то ее разделяет и поддерживает. Как пахал, так и буду пахать, этого никуда не уйду. Но то, что, да, я уже, как говорил, наш рынок перенасыщен, просто подхожу к этому немножко по-другому. Подбираю трактора, сейчас у нас трактора энергонасыщенные, те, которые, ну, даже вот возьмем дискование. Раньше дисковая брона БДН, ну, за смену выполнял 20-30 гектар. Сейчас, сейчас похвалю опять Хорша, с приобретением дисковой броны Хорш, они у меня покрывают за смену под 100 гектар. То есть сокращение вот этих наших техники. Раньше, когда я пришел в машино-тракторный парк, там составлял, ну, просто сейчас на вскидку схожу, где-то единиц 50 одних тракторов. На данный момент это уже пополам. И в связи с обновками, и в связи с той техникой, которая сейчас выполняет то, что от нее требуется, это гораздо легче, гораздо интереснее. То, что можно заменить 5 тракторов одним трактором, то, что можно заменить 10 сейлок одной сейлкой. Это да, это есть, это факт. И качество, качество севов, то, что было раньше и сейчас, ну, просто сравнить нельзя никак. Ну, благодаря этому, наверное, мы еще и повышаем свои урожаи. И стремимся к чему-то новому, что-то покупать, что-то приобретать. Защита растений, это я уже говорил, в принципе, перешел полностью на хорши. Ну, препараты, как я уже говорил, в основном сингентовские. Ну, просто качество сингента пока другим, мне кажется, немножко до нее далековато. Несмотря на ценовую политику, сингента есть сингент, останется сингентой. Это буквально мое мнение. Пионер тоже использую, Байер использую. Я уже дженриками практически не работаю. В основном такие большие, хорошие фирмы, которые уже зарекомендовали себя, которые проверены, которым можно доверять. Уборка, уборка техники на свои. Пять с половиной тысяч, как я уже говорил, использую семь комбайнов. Это три комбайна John Deere. Кстати, в этом году купил новый комбайн 780, W880. Техника очень интересная, техника надежная. Она у меня отработала полностью весь сезон. И убрала, один комбайн убрал 800 гектар кукурузы с восьмирядной жадкой. Это само за себя говорит. И на протяжении буквально трех-четырех недель этот один комбайн справился со всей площадью. По потерям, по всему, ну, никаких вообще нареканий нет. Техника очень понравилась. И к этой технике я вот немножко радею. Скрывать не буду. Менеджмент соломы. Ну, солома – это сейчас такая наболевшая тема. Нам с каждым водом запрещают жечь. Раньше пожневаясь с остатки, как в старину было, сожалеть. Да, никаких проблем. Сейчас немножко другой подход. Благо того, что комбайны все работают с измельчителями. Это сейчас немножко легче. Я понимаю, что раньше это были проблематичные. Но боремся, стараемся. Идем. В принципе, ну, планы на будущее для сельхозпроизводителей. Ну, какие планы на будущее? Повышение урожайности – это наши креды. От этого никуда не денешься. Все время хочется чего-то большего и интересного. Обновление техники – это факт. Это моя самая главная ниша, которой я сейчас занимаюсь. Я, как уже говорил, на протяжении двух лет, ну, 90% техники уже поменял. Ну, еще, благо, сейчас вот эта система трейд-ин как-то позволяет избавиться от своей старой техники и поменять на новую технику с какими-то там скидками и всем остальным. Также вот еще в планах, да, вот все-таки смотрю, хотя имею свою сушилку, но у нас с 91-го года выпуска. И то, что каждый год урожайность, ну, получается немножко увеличить, моя сушилочка уже не справляется. Поэтому рассматриваю реконструкцию своей сушилки, чтобы увеличить мощь, мощи по сушке. Какие планы? Да хочется всего, и сразу мне все получается. Смотрим в будущее, как оно покажет себя. По технике, по семенам обеспечиваю всегда, стараюсь обеспечить себя уже в осень, чтобы зиму спокойно пережить. И в новый наш календарный год сельскохозяйственника войти с спокойной душой. На данный момент уже полностью закупил себя семена. Это по пропашным культурам. С Балтикой заключены договора, зимой привезу семена. Зерновые, яровые, то, что у вас сделаем свое, уже готово. Средства защиты растений уже закуплены. Горючий смазочный материал полностью обеспечен, завез полностью на уже следующую пассивную кампанию. Сейчас, на данный момент, сейчас проблемка такая у нас в России стала нехватка удобрений. Очень тяжело найти. Вот мониторю, ищу белую, стараюсь закрыться еще по удобрениям. То, что поселит, то и по сложным, в этом году действительно какие-то проблемы. Ну, еще проблемы сейчас небольшие с этими пандемиями, еще с чем-то. Это, да, действительно семена, гибриды. Те, которых, ну, хотелось бы, не полностью нам могут поставщики дать. Например, Пионер я заказывал 2000 пассивных единиц. На данный момент они мне только одобрили 1000. Хотелось бы больше. Ну, как-то выходим из положения, не Пионер, так другая фирма. Сингент опять обратились. Ну, хотелось бы, конечно, брать то, что тебе хочется, а не то, что уже приходится потом выбирать. Это такие небольшие проблемы нашего сельского хозяйства. Ну, а планы, планы. Ну, повысить рентабельность. Увеличить свою выручку, увеличить свою прибыль. Конечно, хотелось бы еще земли, но, увы, увы, то, что было можно, уже все оформлено, все скуплено. Вокруг, поблизости, нигде такого возможности нет. Как-то будем выживать на своей, ну, думаю, расти и стремиться к чему-то больше. Спасибо, что уделили внимание, что выслушали наболевшие проблемы агрария. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok